Каждый из команд вашему вниманию по две шутки. Готов, готов. Активисты партии зелёных взяли за жабры директора Череповецкого химкомбината. Раз. Во время поста передачу «Спокойной ночи, малыши» вместо Хрюша и Степашки ведут огурчик и помидорчик. Спасибо, дальше. Украинский автогигант «Запорожец» выпустил новую модель «Запорожец кабриолет» без дна. Раз. Дальше, пожалуйста. Вчера житомирский сантехник Петренко отравился техническим спиртом. Главное, всю жизнь нормально, а тут вдруг отравился. Спасибо. Дальше, свои секреты, пожалуйста. Женские учёные скрестили два автомобиля. Это произошло случайно возле парковки Академии наук. Ещё. За фильм «Любовь морковь» Гоша Куценко получил гонорар «Шмонорар». Спасибо, дальше, пожалуйста, Новосибирск. Из жизни учащихся студентка Кубышкина подтянула студента Фролова по математике и ослабила по физиологии. Ещё. На программе «Час суда» актёр так хорошо сыграл подозреваемого, что на него повесили глухаря и расстреляли. Спасибо, дальше. Курск, пожалуйста. Найден способ утилизации автомобиля «Лада Калина». Оказывается, для уничтожения монстра надо вбить в двигатель осиновый кол. Ещё. В прокат вышла курская версия фильма «Терминатор». По сюжету грузчики посылают терминатора в 18 век, чтобы тот уничтожил изобретателя рояля и чугунной ванны. Спасибо. Уважаемые судьи, либо какое-то решение, либо у нас есть разминочный штрафной круг. Решайте. Аляска. Аляска покидает огневой рубеж с активом 0,2 балла. Продолжаем. Четыре команды по две шутки. Поехали. Победитель школьной олимпиады по русскому языку не справился с простейшим вопросом в подворотне в Южном Бутово. Ещё. Сенсация. Оказывается, Игорь Верник спит с микрофоном. А вдруг корпоратив? Дальше. Нобелевский комитет пообещал 1 миллион долларов мужчине, который родит. А если он родит второго, то от России получит ещё 250 тысяч. Ещё. Приятная неожиданность. Автобус с участниками Дома-2 упал с моста на теплоход Аншлага. АПЛОДИСМЕНТЫ Трагическая история. Пожалуйста, Новосибирск. Ваши. Новости шоу-бизнеса. Вчера Ксения Собчак была замечена на ипподроме. Не, ну не сразу, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё. Новости кино. На съёмках фильма Пётр Первый Никита Михалков и Олег Меншиков поругались из-за роли царя. Указом Михалкова Меншиков был казнён. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Пожалуйста, Саш, Курск. Вчера в Ленинский РОВД города Курска поступила информация, что в одной из квартир дома по улице Котляковской функционирует притон. Не дожидаясь более детальной проверки информации, оперативники незамедлительно выехали из этой квартиры. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё. Директор Курского молокозавода подкопил денег, чтобы стать следующим космическим туристом. Но в последний момент жена уговорила его ехать в Турцию. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, уважаемые судьи. Ваше решение. Девочки, мы всё равно вас любим. АПЛОДИСМЕНТЫ Свои секреты в активе 0,4 балла. Они уходят с огневого рубежа. Три команды продолжают конкурс биатлон. Внимание, уважаемые судьи, в том числе. По три шутки от каждой из трёх команд. Поехали, Дима. На соревнованиях по прыжкам в воду спортсмен зацепился плавками за трамплин и вошёл в воду трижды. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Из жизни животных. Вчера Ротвеллер Буча научил кинолога команде ВРАЧА! АПЛОДИСМЕНТЫ Это интересно. Вчера рыбак со стажем Василий выловил из Москвы реки последнего карасика. Причём то, что это был именно карасик, Василий понял сразу после того, как сам карасик представился. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Курск, пожалуйста. Реклама. Освежитель воздуха морской бриз напомнит вам о незабываемой поездке к морю в плацкартном вагоне. АПЛОДИСМЕНТЫ И ещё. Династия Дуровых, укротители львов, братья запашные, повелители тигров, Юрий Куклачёв, дрессировщик-трус. АПЛОДИСМЕНТЫ И ещё. Многие удивляются, как люди в регионах со средней зарплаты в 5 тысяч рублей умудряются покупать норковые шубы и ездить на иномарках. Ответ прост. Люди держат скотину. Скотина работает в Москве и регулярно присылает деньги. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Отстрелялись. Штрафной? Штрафной круг. Разминочная. Прошу. Здравствуйте. Команда КВН «Нефтегаз» Тюмень. Если вы видите эту запись, значит, мы уже всё сыграли. А теперь вопрос. Почему запретили продавать дипломы в метро? Ведь для некоторых это был единственный способ получить высшее образование. АПЛОДИСМЕНТЫ 30 секунд. Итак, внимание, есть один ответ. Почему перестали дипломы продавать в метро? Это единственный для некоторых способ получить высшее образование. А нас, людей, успевших в то золотое время окончить Кембридж, это вообще мало волнует. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо выпускникам Кембриджа. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, Курск. Почему перестали продавать дипломы в метро? Единственный способ и так далее. Ну, дипломы в метро продавать запретили, потому что люди, которым диплом нужен, давным-давно уже ездят на Мерседесах. АПЛОДИСМЕНТЫ И ещё один вариант. Почему? Потому что все московские строители стали дипломированы откуда-то вдруг вообще. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Судьи. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Ещё штрафной круг? Ещё раз. Пожалуйста. Ещё раз. Ещё раз. Привет. Мы команда КВН Государственного университета управления. Нас интересует, как правильно ответить на вопрос есть закурить, чтобы сохранить хотя бы телефон? Такой простой житейско-московский вопрос. Как ответить на вопрос дай закурить, чтобы сохранить как минимум телефон? Да? Внимание. Прошу, Дима. Если он мне даст хотя бы 30 секунд, я ему очень смешно отвечу. 30 секунд он вряд ли действительно тебе даст. Пожалуйста, Саш, Новосибирск. Ответ. Вопрос, в общем, по адресу. Значит, ответить надо быстро, резко и не открывая дверь в квартиру. Спасибо. И ещё вариант ответа. Ответить надо так. Ты что куришь? Нокия или Сименс? Вот так. Спасибо. Ну что, что-то надо решать. Курск. 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 Жюри решило, что Курск с активом 0,6 балла покинут огневой рубеж. Две команды. Одна уйдёт, набрав 0,8 балла, другая один балл ровно. Слушаем и смотрим. Прошу, по три шутки. Неорганизованная преступная группировка опоздала на съезд организованных преступных группировок из-за проблем с организацией. Спасибо. Ещё. Самка самосвала приносит в дом до 11 тонн земли. Ещё. Андрей Малахов пытался выпить стакан молока и взбил масло. Так, дальше. Самые плохо продаваемые презервативы — это презервативы кузнец. А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Вчера Фёдор Конюхов наконец-то закончил собирать справки по перепланировке квартиры в БТИ. Это была самая долгая кругосветка Фёдора Конюхова. И ещё. И в конце — московская мудрость. В Москве человек бесконечно долго может смотреть на три вещи. На огонь, на воду и на бампер впереди стоящего автомобиля. Спасибо. Итак, решение жюри. Если хотите, уважаемые судьи, у них в запасе есть ещё по одной дополнительной шутке, к примеру. Идёт? Да. Барьеру, пожалуйста. А, они нелепо посмотрели удивлённо на меня. Дима, прошу. Мальчик к десяти лет стал бутербродом, потому что мама постоянно его с собой брала на работу. В Новосибирском институте ядерной физики в результате мутации появился новый, более мощный директор института ядерной физики. И, наконец, долгожданное решение жюри. Пожалуйста, председатель жюри. В биатлоне. Что, собственно, связано с географическими условиями? Победил Новосибирск. Новосибирск один балл, станция спортивная 0,8 балла.